Страница 143, пункт 58. Продолжение. Вплоть сколько ни сей, все то обращается воистление, и от этого остается разве только подожжение похотений, производящее воскрепение крови, животное и бессловесное. И как заблуждаемся мы, люди, заботясь о текущем и прилежании постоянному. В душевном же сении ничто из приемлемого не пропадает, ничто не истрачивается даром, ничто не гибнет, но все сохранно удерживается и питает пищу и воистину бессмертную. Честные души ваши, в этом радость, мир, вера, надежда, любовь, просвещение, очищение, освящение и, наконец, обожение. Не позволим, однако, себе вдаваться в чрезмерности относительно тела и уклоняться от заведенных порядков, шествуя царским путем и в принятии пищи и питья, в бдении, в уединении, в спании на голой земле и впрочем. Поревнуем же более о том, чтобы смиряться с смирением божественным и для того нелицемерно слушаться и отсекать волю свою лукавую с корнем, как вы и отсекаете. Действуя так, вы в тихости и любви и во исполнении Духом Святым внидите в светлые дни воскресения Христова Святого. Это вам, как должник, напомнил я, и буду напоминать. Исполните же эту заповедь и смиренное слово мое, и да запечатлеет вас печатью Своей Дух Святой. 59. За вчера, по повелению владыки нашего, вышел я из монастыря, взошел в патриархию, а оттуда к царской ритургии. Весь день провел я там. И видя, видел виды и лица, кружение мирских дел, хлопотливость, туда и сюда гоняющие людей, их многоглаголование, многозаботливость и мирские сговоры. И это в одни честные и святой четыре десятницы. Отстранило это от меня от обычного настроения. Ушли мои, уши мои оглашались странными глаголонями, и очи мои развлекались многими разнообразными фантазиями. И теперь еще чувствуется это во мне. И я пользуюсь настоящим благовремением, чтобы высказать это вам, как из облака сгустившегося ниспадают капли дождевые. Так пристесненно сердце капали слезы из очей моих. И я, испустив вздох из глубины сердца моего и утишев волнение помыслов моих молитвенным горе восхождением, возблагодарил Господа и ублажил вас, что вышли вы из среды таковых и отлучились от них, и отреклись от самого даже прикосновения к нечистоте мирской, пребывая на поприще подчинения, каждодневно борясь с искушениями терпения и в духе восходя на высоту добродетелей, богоугодным, благонастроением и благоповедением. Что блаженнее, что вожделение, что благолепнее вашего положения и состояния. Вы воистину чада Христа, слуги Бога и Отца, отрекшиеся от плоти и крови. Цели людей житейских в земном, цели ваши в небесном. Для них главное мир, для вас небо. Им свойственно здешнему радоваться без радости, здешним богатиться без чувства богатства, здешним наслаждаться без утоления глада наслаждения. Иначе не могу говорить о них. А у вас веселье источаемой надеждою, радование о том, что обещается в будущем веке, при бедности во временном, обогащение в вечном, при скорбном воздержании и вкушении недомыслимо сладких благ духовных. Не будем же ничего другого ублажать, ни на что другое обращать взоры и внимание, ничего другого вожделевать, кроме того, что даровано нам по вышнему жребию, и чем облагодател нас Дух Святой. «Придите, дадим славу призвавшему нас, приидите, возлюбим так возлюбившего нас, приидите, рабски послужим ему, да сподобимся господству над всем, приидите, убоимся его, да убоится нас мир, и возлюбят лики ангельские, приидите, очистим себя от злых дел и помышлений, да он свет воистину сущий неприступный, облистает нас молнией Духа и возведет на высокую гору божественного жительства и покажет нас людям, как город божественный». «Слышали, что говорит некто из святых отцов в герондике, если почтим единого, то есть Бога, то все станут почитать нас, а если обесчестим его грехами своими, то встретим противное тому, да и кто не возлюбит Господа, кто не прилепится к этому свету великому и непристающему, кто не потечет к этому великому подвигоположнику и венцедателю, кто не восхочет царствовать этому всесарю веков, кто не предпочтет всему всыновление тому, из которого всякое отечество на небе и на земле, а сущий дрот и владыки стяческих, кто не возревнуется наследовать с Господом нашим Иисусом Христом «Отческое оное общение, которое невозвестимо для слова, невместимо для слуха и неисследуемо для мысли». Вы избрали это и возлюбили, вышли на зовы, пришли, и начали совершать и совершаете. Но еще не конец подвигам христаличным состязаниям, еще не привел бегу, еще потребно тещи и тещи усиленно, еще не истек час состязаний, как изрекли великие ионы и злоты уста духа. Не слышим разве, что говорит Павел, этот свет мира, апостол вселенский. И так бегу, никак на неизвестное, и так подвизаю, чтобы не только воздух бить, но умершляя тело мое порабощаю, да проповедуя другим самому не оказаться недостойным. Видишь, что изрек человек Божий? Потребно умершление и властное порабощение этого неукротимого коня плоти. Утесним же его и обуздаем. Прошу вас об этом, я, многострастный и многогрешный, чтобы он не закусил удил, не сбросил седока, ум, и не сделал нас посмешищем для врагов наших. Будем избегать стремнистых мест, чтобы тищи безопаснее. Понимаете, конечно, о чем я говорю? Горе лукавому зрению, потому что оно впускает в душу яд греха. Горе окаянной дерзости, потому что она быстро сожигает дом добродетелей. Горе юношеским друг другу улыбкам безбородых или бородатых, потому что они в одно мгновение низвергают нас в дальнейшие страсти страстей. Горе насыщению чрева и вдоволь спанию, потому что они порождают и множат злоплодные семена похотения. Горе с дружающимся два-два, заводящим тайные вместе сидения и беседы, и особенно дерзающим при этом открывать друг другу сравные помыслы, будто для взаимной пользы и пользования. Это потому что посреди их не Христос, а Сатана. Но оградите себя страхом Божиим, и более и более возвышайтесь в небесном восхождении своем. Шестьдесят. Восстаньте и исправясь, стеките путем вашим добре. Кто дремлет в нерадении, пробудись к родению. У кого руки опустились и ноги хромлят на оба колена, начни право ходить по стезям заповедей Господних. Кто слепотствует в страстных помышлениях, а мой зрак и очей своих купели слез, и прозрев бесстрастием, славь Господа. Кто, как прокаженный, покрыт трупами греховными, тепли приступи к Господу, и услышишь, хочу очистись, и очистишь и берегись прочей этой проказы. Кто глух душою и слеп умом, взыщи слышание и глаголание, и обретешь. Ибо всех, которые худы по внутреннему человеку, знает исцелять божественное слово. Такую речь обращаю я к вам ради немощных из вас, ибо не требует здоровья врача, но болящие. Чим жизни наши великие и преславные не кое-как приходят в совершенство, а многими потами и подвигами. Насколько он высок, божествен и ангелоподражателен, настолько требует трудовых усилий, так как мы, плотяны, будучи бесплотным, уподобиться и ищем. В мире сущий, как на небесах, жизнь проводить ревнуем. С плоти и кровью связанными бесплотно и бескровно нудим себя жительствовать. Ибо по апостолу плоти и кровь Царствие Божие не наследуют, и тление не наследует не тление. Почему много нам надо иметь твердости, много внимания и усиленного старания, ибо плоть походствует на дух, дух же на плоть, а не друг другу противиться, апостольски сказать. Смотрите же, не дадим лучшему в нас подчинену быть худшему, и того, что должно быть господственно в нас. Не поработим раболепным страстям плоти, чтобы не оказаться ходящими на голове, держа ноги вверху. Сторг 61. Благодать Святого Духа добре довела нас до среды, честны четыридесятницы, в крепости и доблестности немалой. Верую, что она и впредь не будет шествовать нам, и до самого животворного и светодательного дня воскресенья доведет нас в оставление грехов и к большему улучшению добрейшего вашего преуспеяния. Обратитесь спять и посмотрите, каково некогда было состояние ваше, и до чего поднялось оно теперь. Душа, однажды восприяв ржавение о спасении, нечувствительно подвигается вперед в деле этом и восходит на высоту добродетели, воспаряя в небесное. Так и мы, братья, с рвением вступим вместе в дни эти и отстранив все затруднения и препятствия, добрые и право шествовали до сели и соделались другими, возлюбив благочиние и точное исполнение заповедей. Из тижанного прежде ничего не потеряли, новым же обогатились. И возвеселилось сердце мое, и возрадовался дух мой, что упреумножились плоды божественного дела вашего, и лучшей части сподобилось священное рвение ваше. Все же это, апостольски сказать, есть не хотящего, не подвязающегося, но Бога милующего, которым немощный и мощный бывает, и бессильный припоясуется силою, однако ж не удовольствуется одним тем, что уже достигнуто, но юношески устремимся в среднее, и да, обновимся, как орлы, обновится юность наша. Всегда, да, будем подвигающимся вперед и преуспевающими, не почитая чем-нибудь меру стяжанного добра и степени, до которой достигли, пока вратами смерти не перейдем от временного к вечному. И блаженны во истины будем мы, братья, и блаженных ангелов кудел получим. Какая слава и честь, когда мы жительствуем, как должно, по нашему образу жизни. Смотря на нас, радуется владыка всяческих, срадуются и свеселятся святые все, как мы телесными очами смотрим на текущих присталища. Так Бог и весь ангельский лик, и всех святых собор смотрят на нас и определяют достоинство делаемого нами. Будем же тещи, братья мои, будем тещи на этом великом беге по пути от земли на небо. Будем препобеждать противоборца нашего, поражать, когда он покусится схватиться с нами и далеко отбрасывать доблестную возбужденностью нашей против него. Он трус, бессилен и презрен. Почему Божий брат Яков взывает, противьтесь дьяволу, кто убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам? Не дадим себе возвратиться вспять ни в чем, ибо это не свойственно усиленно текущим. Не будем вяло выступать, ибо это неуместно спешащим одержать победу. Но обнажившись и отделая от желаний своих и горе к небесам устремив взор, так будем довершать течение свое, чтобы и нам можно было сказать Павлу, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. 62. Слава и благодарение Господу, собравшему нас и благоустроившему в единомыслии и единоволии. Почему дерзаю сказать, что глава наша есть Христос, которому как к началу вождю и будем все все относить, и все во славу его обращать? И кто блаженнее вас, если до конца не отпадете от такого благонастроения? Да даст же вам Господь всегда добре сообращаться между собой, более и более очищаться и просвещаться и непрестанно подвигаться вперед, хотя малыми приложениями доброделания. Положение ваше благоустроено, блюдите его, исполняй каждое послушание, как приказано. Внимай каждый себе и не выстись один над другим, соблюдая всячески и в этом благочиние. Внимай, наипачи, ты, чадо экономи, лежащие на тебе заботе, скротостью и наказующее противное, то есть непослушных, и ничего не делай по пристрастии или гневу. Настой, говорит апостол, безвременно и благовременно. Безвременно, разумею, в смысле, во всякое время, во всякое время будь настоятелен и бдителен. Впрочем, будь таков, как видишь меня, хотя я искуден всем. Насколько допускаю, что допускаю и ты, и что оставляю, оставляю и ты. Если блю, бей, если щежу, щади, если милосердую, милосердую, если милую, милую, если люблю, люби. Да, имеешь услышать, добре, раб, добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, и войди в радость Господа твоего. Подобно этому пусть поступает и тот, кто после тебя следует и далее, и те, которые после него. Вот прекрасный закон, чтобы подначальные образовались по начальству им им, и чтобы сколько в начальствующих преизбыточествует разумное о всех попечение, столько в подначальных преизбыточествовали благопокорность, непротиворечие, смиренная послушливость и поспешное исполнение повелеваемого. Любите эпитемии и применение послушаний и рукоделий в уверенности, что распоряжающиеся этим имеют в виду вашу пользу. Но, впадая в погрешение, по моему бессовете и по грехам моим, не ищите у меня разрешений безвременно. Я, хотя и грешник, блеститель есть этих вязаний перед Господом, которые в лице великого и верховного апостола Петра сказали мне, что свяжете на земле будет связано на небесах, и что разрешите на земле будет разрешено на небесах. Как же я, помилуйте меня, чадо мои, как попало, разрешу неразрешимое и разорву связанное. Не видите ли, с каким страхом должен я делать это, что всегда содействующим мне иметь божественные извинения в таковых вязаниях и разрешениях. Где же узреть нам тот свет рассуждения, чтобы наше канонисание наложение эпитемии и осуждение делалось как бы совместно с Богом? Хотя и дерзновенно так сказать, однако ж по существу дело так воистину должно быть и бывает. Поражаюсь страхом и покрываюсь стыдом, говоря так, и молюсь, да не раступится земля и не пожрет меня, или да не подвигнутся горы и не покроют меня. Увы мне, увы мне, какому делу приставлен? Ведая это, не нудьте меня, ибо может случиться, что я разрешу, а Бог не разрешит. Отверши молитву мою, так как причистое естество не станет служить моим неразумным порывам и разрешением, но не одобрит моего действия и даже возьмет из среды живых, как Илья. Бог да удостоверит вас, братья мои, и что не опечалит вас, желая, говорю так, и не для того, чтобы сжать вас и стеснить властно или пасти стадо Христово неволей и нуждою. Да не будет мне это, Господи. Какая мне от этого была бы польза? Вся забота моя о том, чтобы всякими способами спасать вас, агнцев Христовых и овец Божиих, ибо это положил Господь признаком любви к нему, первым и величайшим в его вопрошениях к Божественному Петру. Такие словеса слагая в сердцах своих и соблюдая их верно в созидание свое. Добре теките, радуясь о Христе Иисусе, Господе нашим. 63 Вот оправдавали, отпраздновали мы Царицу Дней Святую Пасху, просветились божественными таинствами, прияли освящение Духа в Союзе мира и любви духовной. Теперь опять полагаем начало входа в другие дни года. Будем же и в них изменяться добрым изменениям, соделываться лучшими, более прежнего. И ни в чем не попустим себе подать себя назад, бесчестье, подвиг и духовный труд предыдущие вот четыре десятичного времени. Но более восхождение на восхождение положим, и на прежних добродетелях надустроим другие. И добре приобретенное нами истяжанное в благоговеенстве или в безмолвии, в целомудрии или в чистосердечи, в постели или в другом каком старании, каждодневно будем таким образом не только пребывать в целости, но умножать силу совершаться добрыми предатками. К Богу течем мы, в Царство Небесное простираемся, в свет, в жизнь, в радость неизглаголанную, в сладостный тот и блаженный рай, вечные обители, в дивные места славы, в ангельские хоростояния, в ликование святых, в пребывающее всегда наследие. Не дадим же себе забыть надлежащую нам цель, не позволим себе ослабить напряжение в течении, не увлечься неуместными помышлениями, не будем сластолюбствовать, не миролюбствовать, не плотолюбствовать, не пленяться красотой лица, поступи, улыбки. В себе сами будем смотреть, как взывает богослов Григорий. Видите, что пострадала Ева, пленившись красотой греховного плода. Да не будет нам пострадать что-либо подобное. Да и что же получаем мы от поблажки похотем и страстным влечением? Добро бы ничего, а то, кроме расстройства внутреннего, еще стыд и срам перед Богом и людьми. Вел тебя Бог после великих постных дней во святую Пасху, оживотворив тебя причастием святого тела своего и крови. Как же ты окаянно дерзаешь раздавать Господу противное? Как позволяешь себе обращаться вспять к делам неподобным? Не дал ли тебе Бог ума? Не создал ли Он тебя разумным? Не имеешь ли ты мысленных очей? Зачем же тебе бессловесничать? Зачем не смотреть одесную на недомыслимую красоту Господню и к ней не устремляйся душою своею, но к левым вещам обращать зрак свой к срамотам греха, к нечистотам скверных страстей? Будем же трезвенствовать, будем тем занимать ум, что ведет к блаженству вечному и к тому обращать намерение своей труды. Не затем простираю я к вам непрестанно слово мое, чтобы чесать слух ваш, не с тем, чтобы только отбыть труд оглашения или услышать треск похвалы, но за тем, что страхом объемность по причине настоятельства моего трепещу за спасение ваше. Богу живому работаем и судилище неподкупное и неподкупное готовится нам и воздаяние нескончаемое, ибо ибо там огонь не угасает и червь не умирает. Поэтому то его пью к вам и как бы к стопам вашим преподаю умоляю вас, не допустив, чтобы последний час достал нас неготовыми и конец жизни нашей заключило нерадение. Непрестанно видим действо таинства смерти и перед лицом нашим, как видите, приходят братья наши. Виде это, говорите себе в помысле своем. Мы же что? Не так ли с нами будет? Останемся ли еще? Если останемся, долго ли проживем? Не ждет ли нас могила? Не видится ли наш гроб? Последнее ложа и покоище наше, полное червей и несносного зловония? Ибо кто из человек, который бы жил и не увидел смерти? 64 Радоваться должны мы, что призваны Богом и избраны для такой святой жизни, и радоваться столько, чтобы забывать труды подвижничества и легким почитать все скорбное, встречающееся на пути добродетельной жизни в чайне будущих наслаждений. Не воинское звание, не гражданский чин, не военачальническое достоинство. Не столь желанное многим царское владычество получили мы и имеем, но гораздо больше всего этого и высшее небесное жительство, истинное не на словах, а самым делом, ибо если с ним страдаем, то с ним и воцарствуем, говорит апостол. Такое же получив от Бога преимущество и получив даром, а не по своему усилию, сколь должны мы радоваться и веселиться, благодарить и молиться, все делать и говорить, чтобы сохранить его и соблюсти некрадомом от многовидных против нас направленных наветов преисподнего миродержителя. Почему, братья мои, да будет нам в деле исполнения лежащего на нас долга всякая скорбность приятная и всякий труд сладок и желателен. И ради этого доприемнется нами всякое подвижическое лишение, как наслаждение, удаление от мира, как Богу приближение, отчуждение от удовольствия, и как причастие благ небесных, утеснение воздержания, как пространное питание. Пусть мы пьем воду и питаемся сухарями, притруждаемся, делая своими руками, изнемогаем в помыслах, жигом убываем искушениями плоти, раздираем желаниями, умерщвляем и лишениями, и без друзей, и приятелей, без рода, и без отца и матери пребываем в жизни сей, что до того. Нам предлежит жизнь вечную, уготовляется Царство Небесное, наслаждение многими недомысленными благами, всеблаженное бессмертие, богатство славы и чести, и множество других великих благ, которых изобразить не может язык человеческий. Будем на тещи бодренно и усиленно, возлюбим подвиги самоотвержения и пот и доброделания, да восхитим венцы и стяжем сокровища, каких ока не видела, о которых ухо не слышала, какие на сердце человеку не восходили. Нам надлежит сообразиться жизнью древних отцов наших, идти по следам их добродетелей, возлюбить их делания и отобразить в себе образ их жизни. Таков великий начало вождь наш Антоний Великий, первый поборовший противоборца нашего и путь нам проложивший к подвижническим победам. Таков блаженный и равноангельный Арсений, достигший высших степеней подвижнических добродетелей, предлежащий славу нашу. Таков священный и божественный пахомий, именующийся праотцем нашим. Таков божественнейший Иларион, возбеставший добродетелями наподобие зорницы, воссеевающий каждое утро. Таков благославный и всесвятой Ефимий, соименной благословию, и с ним преподобнейший Савва священный, священнейший и равноангельнейший Феодосий и прочая святейшая светила вселенная. Но перейдем словом и к тем, которые показали совершеннейшие образцы послушания, ибо и вышесказанные прославились, был наперед, предуготованы благодатью послушания, увещевает нас к неразмышляющему послушанию Сын Света до Сефеи Богоданный Отец наш, подкрепляет любую нашу к отцам руководителям Домитиан, богопросвещенный Отец наш, утверждает нас в терпении, поношении и обид Авакир, богоизбранный Отец наш, располагает нас к смиренно-мудрию Захария, всесчастный Отец наш, изменяет нас добрым изменением Сильван, многоплачевный и многосмиренный Отец наш, возбуждает наше к рукоделиям усердия Иона трудолюбивый, образец исполнения заповедей Господних. Можно ли без соревнования воспоминать боголюбие блаженного Петрония, скоропослушность божественного Афри и святого Марка, простоту Павла Всесчастного и всех подобных добродетелей смиренные Добродетели смиренные Ну и часто не достанет что перечислить всех их Достаточно и этих чтобы возбудить нас к соревнованию им и к подражанию деяниям их Станем же действовать как действовали они трудиться как бы наряду с ними и содействуем и будучи ими и обогатимся таким образом подобно им делами преподобными и праведными а затем сподобимся причастными явиться славы и венцов их в небесном царстве и Господа нашего и Иисуса Христа 65 Не подумайте что невелико дело достигнуть царствия небесного Его ради как написано святые все прошли милотях в козьих кожах лишения терпели скорби озлобления в пустынях скитались в горах вертепах пропастях земных те которых не был достоин весь мир Исаия перепилен пилою Иеремия спущен в ров тины Иона погружен в море и поглощен китом Даниил предан львам на свидение три отрока в печи огненную ввержены Захарий отец предтеч убийством меча умер сам предтеч обезглавлен тоже мечом и не достанет мне времени повествующий о божественном Павле говорящем о себе что он был в волшебе и жажде в зиме и ноготе в труде и подвиге и в других бесчисленных лишениях о святом стефане побитом камнями о брате божьем Якове убитом у храма и где мне перечислить страсти прочих апостолов страдания святых мучеников и подвиги преподобных отцов им нет числа вот как сподобились они получить обетованные неизлагованные благо на бесконечные веки будем же и мы смиренные также подвязаться ибо по божественному Василию великому тех почести коих и труды и венцы достояния победителей прибудем борцами обнажимся как всегда готовые к состязанию воспротивоборствуем супостату не отступим перед трудностями не поддадимся от ударов и не обратимся вспять ревность как огонь догорит в утробах наших и ничто не устоит перед очами нашими но побегут даже и бесы ибо они как написано тают как воск от лица огня этого духовного убоятся и люди или по крайней мере устыдятся и мы все пришедшие взойдем туда где жизнь наша и наше успокоение неизреченное видим Чтоб погубить душу свою в геении огня нескончаемого. Нам ли теплой ради любви нашей к доброму, прекрасному, неизреченному и привожделенному Христу Богу нашему не прибыть покорно подвигом этого блаженного и святого послушания даже до старости, перенося всякую скорбь и всякую стрелу помыслами или страсти, оскорбление ли или нападков, искушение ли или лишение, поношение ли или презрение, унижение ли или очернение, или чего-либо другого от таковых. Мы, существа, разумные, не должны прилагаться скотам несмысленным и уподобляться им. Но как начали и шествия досели с успехом, достигли некой меры, так и далее бодренно будем тещить, чтобы благоуспешно кончить путь свой в Господе.